насколько сегодня используется инфраструктура висагинского парка бывшего лока инфраструктура конечно используется в данное время уже почти по максимуму потому что в данный момент у нас есть активный и активно используемой четыре здания где проживают люди или ночуют и одно административное которое тоже с каждым днем все больше начинает быть использована как раз вчера приезжал мэр с идеей что на день города надо сделать торжественный совет и оказывается у нас тоже очень привлекательные зал и привлекательная инфраструктура а про проживанию то реально у нас стопроцентной занятости нету но и дня без жильцов на каждом здании тоже очень большая редкость очень приезжают люди в рабочие дни то есть один контингент который уже есть на нас и постояльцы которые постоянно приезжают либо время от времени и конечно выходные которые приезжают в город приезжает что-то увидеть не у нас проживают гостят бывает так что один раз какая-то фирма сделала конференцию или корпоратив людям понравилось они уже взяли свои семьи забронировали на несколько уже недель вперед приехать уже с отпуском то есть как бы это такое заразная вещь и как бы радуется что даже не быва в интернетных рекламных платформах мы все-таки узнаваемые и узнают люди про нас и звонят интересуются и как бы все летние выходные у меня в голове уже наизусть и график распоряжение тоже потому что занятость на июль на август она большая и если у вас большая компания которая хочет у нас погостить вам надо будет уже по согласовывать хорошенько вещи что все потом могли поместиться а дорого это обходится проживание проживание у нас есть трех ступенечная если сказать потому что самая дешевая семь евро за ночь это уже как бы типа хоть хостеля она тоже сейчас занята и со следующего неделя она будет очень сильно занята проживание в гостинице номер два где одноместные двухместные номера с 21 евро то есть очень такие привлекательные номера особенно для корпорации для конференции потому что достаточно хорошее обеспечение инфраструктура самой комнаты и удобства ну и конечно самые лучшие у нас номера это уже в виповском домике вот 36 46 комнаты двухместные семейные уже как бы со всеми удобствами и хорошо обставлены как бы шикарно выглядит ну и конечно место где только сосны и птички оно само собой дает привлекательность и вид озера но и в локе по-прежнему отмечают свадьба праздники у нас отмечаются потому что есть зал который тоже не маленьким спросом и очень много людей особенно те которые уже один раз побывали им нравится комфорт и кухни которые привозят еду обслуживать они также начинают рекомендовать этот зал так как все-таки удобная кухня удобный зал и все таки то что не в городе всегда дает иногда свой плюс многие надеялись на то что в этом году в локе будет детский лагерь почему не удалось организовать есть ли еще надежда что может в августе может быть он будет организован не могу сказать что не удалось потому что рук еще не опустили но при силе усилий пришлось вложить гораздо больше нежели прошлом или позы прошлом году хотя когда начали это всю мысль делать начали мы когда я пришла и увидела пустую инфраструктуру которая не пользуется и стало жалко почему она простаивает как бы решили эту деятельность начать делать и искали разных способов тоже очень много было проделано и нашли как бы такой способ как можно сделать лагерь хотя имеем только инфраструктуру так как бы объясню чего надо для удачного лагеря это помимо детей из которых лагеря не будет это нужны три такие основные кита это инфраструктура которая у нас есть это безусловно очень удачная инфраструктура для детского лагеря и строилась это как раз для лагеря пионерского в то время а еще два как бы такие основы на которых держится весь детский лагерь это идет вожатые без хороших вожатых никогда не сделаешь хорошего качественного лагеря который был бы со всеми развлечениями кружками энергии и хороших воспоминаний этого не сделаешь ну и безусловно из питания так есть все хотят а для детей мы хотим чтобы они ели хорошо и правильно и в этом году нам ногу подставил питание потому что так как было прошло позапрошло в этом нам не получилось но мы как бы не говорю что опустили руки только пока мы не нашли что будет и как бы я никогда никому не говорила что лагеря все не будет опустили руки нет мы все еще думаем но пока не нашли пока все пазлы все мозаики не сложили в одну кучу мы не можем сказать регистрируйтесь мы воспринимаем поэтому не говорим нет но не говорим и да конкурс на питание у нас объявлен мы как бы пытаемся еще и не спускаем руки опросили и школы и садики еще сколько вспомнили кто только может но пока положительного ответа еще не услышали то есть вот такое проблематическое чуть-чуть в этом месте а почему лог сам не может получить лицензию на предоставление услуг по питанию сегодня как раз была мы савитарина рестерни бе то есть это по сути от них что есть мы можем получить но другой вопрос насколько мы наши сфера деятельности позволяет заниматься этим вот как раз у нас в наших уставах не прописано что мы можем оказывать услуги питания и это все-таки еще идет и от закона бюджетных учреждений и как бы единственное что мы как я и мой директор решили и не только решили что все мы это знаем что мы не будем этого делать то мы не будем нарушать закон и мы не будем открывать лагерь если мы будем знать что мы где-то что-то нарушать вот это уже крепкая такая позиция не думаю что она должна быть иначе но у вас сейчас на территории другой лагерь да у нас сейчас как раз и вчера открылся скаутовский лагерь там городок палаток у нас есть очень как бы рады тем что они решили в таком виде это сделать очень мне самой интересное и детям интересно конечно погода чуть-чуть не удалась но я думаю что дети останутся все равно довольны и потому что можно делать лагеря в лесу но чуть-чуть хочется делать более комфортная и безопасная территория все равно она чуть должна на сегодня какое в логе финансовое положение и какие наверное самые большие проблемы проблемы конечно у нас почти единственная так как у нас очень большая нехватка человеческих рук если у нас есть гостей 20 или 200 то у нас работников чаще всего бывает 12 в этот день поэтому самые такие большие проблемы в том и существует что территория у нас около семи гектаров 5 рабочих зданий в одно время дежурит один дежурный и лучше всего один уборщик квалифицированные рабочие силы у нас помимо меня и половина ставки электрика нет все у нас не квалифицированные поэтому как бы больное место сказала бы но хочется верить что все-таки получится получить больше ставок так как ну для полноценного проживания или обслуживания гостей инфраструктуры нужны руки мы пытаемся пытаемся их искать участвуем программе берем по по программе временные работники которые идут из дарбо бирже бывший и они тоже нам помогают не всегда удачно но удачным людям или как бы тем которые хотят трудиться мы всегда рады и пытаемся и потом их тоже взять на работу к себе но проблема такая у нас существует финансовое положение не сказала бы что самое худшее что может быть потому что мы получаем доходы это не прибыль не заработок это просто наша сера деятельности мы к этому относимся нормально потому что мы не должны тратить бюджетные деньги по сути мы должны сами смотреть как нам надо это все содержать конечно здание большие территория большая и не все имущество которое у нас есть на наших плечах которые мы должны присмотреть она все приносит какие-то доходы большая часть есть которые надо обслуживать надо присматривать но доходов от этого нет но это уже идет общественное такое дело и как бы это понятно что такое дело должно финансироваться самоуправление так как это идет для города также как видите площадка которая приезжаем около ворота она также наша весь город я пользуется мы также как бы выполняем эту общественную функцию и вот здание где симулятор также она большущие и энергии зимой потребляет очень много отапливать эти здания очень дорого у нас нету городского отопления мы все сами как бы электричеством отапливаем это конечно дорого поэтому очень трудно делать итоги сколько у нас есть доходов и расходов посередине лета когда самые большие доходы летом большая занятость а самые большие расходы все-таки за отопление они идут зимой то есть это как бы труднее сказать но под новый год подсчитаем что у нас случилось что у нас получилось арида не жалеете что в свое время согласились заведовать таким непростым хозяйством не могу сказать конечно что всегда легко и все это просто бывает разные мысли но работа в природе она всегда такая интересная бывают такие нюансы когда политические силы думают что надо так или так делать юридические основания говорят по-другому это конечно энтузиазм бьет но хочется верить что как бы добро победит и те которые работают они все равно будут работать очень не больше всего жалко моих работ которые любят это всю инфраструктуру любит этот комплекс трудится убираются и все это за минималку мне реальный жалко хочется все таки что весь коллектив который работает они все любили и достойно получали как вызвать свою работу но самая большая мечта связанная с работой с локом чтобы все заработало хочется чтобы не работать там где все простаивать и умирает хочется чтобы это все жило и чтобы люди приезжали что были постоянны что бизнес который оказывал питание сам бы хотел к нам прийти потому что видел себе жилу и способность заработать вот как бы вот этого больше всего хотелось